ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никому не двигаются до ограбления! Ключи! Криминальное чтиво цитируешь, малыш? Ну так, на троечку. Даже не вздумай! Ствол Баббл живо? Ребят, мне проблемы сейчас вообще не нужны. У меня в субботу в ДК выступление. Баббл, я чертал! Э, у тебя что, патроны боевые? Нет, из говна и палок! Мне кажется, ясно выразил. Ствол должен быть незаряжен, максимум холосты. А я взял, зарядил еще. Быстро избавляйся от пушки, иначе ограбление отменяется. Ты не можешь отменить. Мы уже здесь. Проверим? Слышь, она кнопку тревоги нажала. Ты-то хрена это сделала, а? Повторяю для тупых. Избавляйся от пушки, пока ты кого-то не поранил. Сейчас на царапы наедут. Делай то, что она говорит! Что, рихнулся? Вы что, все рихнули, что ли? Я тебе его дену, а? Ну, хотя бы его отдай. Я согласен. Хрена тебе лысого, понял ты? Тогда я ухожу. Делай, как она говорит! Твою мать! Спасибо, мужик. Да пошел ты! А вот теперь, мальчики, можете грабить. У вас есть пара минут. Что я сказал? Без паники, сдавай назад. Он не будет стрелять. Стрелять буду! Он будет стрелять. Пусть попробует. Я не шучу! Давай, гони. Стрелять буду! Стой! Внимание! Всем постам! Ограбление ювелирного магазина на улице. Согреть! Строй подозреваемых скрылись на темно-синий шкоте. Госномер Олег-210, Татьяна, Анна. Движутся на юг по Краснополянскому шоссе. Движутся на юг по Краснополянскому шоссе. Повторяю. Водитель автомобиля 2-1. Прижмитесь к обочине и тормотите. Что это ты, блин? Ага. Слушайте, мне с таким шутилом на башке повязали. Нас что, повяжут? Я образно. Давай-давай, топи. Нас повяжут. Ну все, сейчас повяжут. Давай-давай, жми. Давай-давай, жми. А, красный. Догони давай, не смотри на дорогу. Монстр, ждем мотера. Ты остряк, блин. Жду свою долю, завтра кэшу. Не вздумайте меня кинуть. Удача, сука, переменьшего. По парапану, по парапану. И все, все не по парам. Все не по плану. Хай, 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 хай. Хо, 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 хо. Мэ-мэ-мэ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, у меня тренировка через две минуты. Зай, я только на секунду. С днем рождения поздравить и… Спасибо. Хочу увидеть тебя сегодня. Может, в нашем рестнике посадим, а? Сегодня как? Я с друзьями. Ну, тогда просто заскочу. Подарок передать. Я пока не знаю, папа. Я очень соскучился. Я очень соскучился. Лучше на выходных. На выходных? Отлично. Выбирай. В субботу или воскресенье? Может, в следующую субботу? А давай я войду, ладно? Пообедаем, я с Олей закажу. Ну, закажи на двенадцатый. Все, папа, я побежала. Зай, я тебя… Я очень люблю тебя. Антоха, держи. Ты знаешь, что с этим делать. Что это? Квартальный баланс сошелся? Я умываю руки. Все, старталанс собирать. А вот, все горит, у меня в машине. Выбежали через два три минуты. Инна Ивановна, я говорю, тут неожиданно попал в новый драфт муниципального контракта. И здесь, на удивление, совсем другие цифры, нежели те, что озвучивал Борис Борисович. Ну что, что вы делаете? Настал твой звездный час, Антон. Я здесь больше не работаю. Теперь ты, исполняющий обязанности финансового директора. Подождите, я даже… А где Борис Борисович? А он недоступен. Ты должен взять все в свои руки. Сейчас или никогда, Антон. Тварь ты дрожащая или права имеешь. Инна Ивановна, у нас в компании какие-то проблемы? Полиция договора двигается! Чего не трогаем, встань! Все, опоздали. Вот главный бухгалтер. Все вопросы к нему. Осторожнее с домиком. Он хрупкий. Пятую позицию встали. Плечики расправили. Делаем батман-тандю Демитрие. Раз-два. Раз-два. Три-четыре. Стефаня, спинку держим. Три-четыре. Раз-два. Три-четыре. Всем спасибо. Урок окончен. Стефаня, спинка, спинка, спинка. О, отлично. Спасибо. Спасибо. Я догоню. Я догоню. Спасибо. Ну, Антон, ну, Сергей, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Антон Сергеевич, как ваш адвокат, назначенный государством, я обязан сообщить вам откровенно. Раз уж меня назначили защищать ваши интересы, значит, ваше дело безнадежно. Ну, с другой стороны, если вы начнете сотрудничать со следствием, возместить ущерб, то получите всего-навсего пару лет. Ну, у меня ничего нет. Ни копейки. Я ничего не украл. А как же, вот, 206 миллионов рублей, выделенные из бюджета госстрою Инмашу, вы же перевели их на счета подставной фирмы? По распоряжению Лебедева, Бориса Борисовича, гендира. Я понятия не имел, что она подставная. Охотно верю. Я вообще всем своим клиентам верю. Правда, никому из них это не помогло. А сегодня что? Сегодня пятница же, да? Да. У меня же завтра в ресторане обед с дочкой. В честь ее дня рождения. А передайте, пожалуйста, через охранника бумагу. Я хотя бы письмо и напишу. Здрасте. Привет. Где водитель? Отпустил. Решил вечер провести с семьей. Сейчас маму подхватим, устриц покушаем. Ты как? Борис Борисович, а я смотрю, вы ли это? Очень рады вас видеть. Позвольте лично выразить благодарность за финансовую поддержку нашего фестиваля. Я уверяю, Стеша будет блистать на конкурсе. Да, да, я понял. Мы торопимся. Как позанималась? Норм. Точно? Угу. Стеш, солнышко, я говорил, помимо балета есть много интересных вещей. Плавание, шахматы. Метание молота. Хочешь заняться метанием молота? Отлично. Я тебя поддержу. Можем, кстати, прямо на участке у нас сделать такую площадку. И ты прямо там будешь метать. Тебе не нужно будет дальше ходить, там снимать какие-то помещения, тренироваться. Выберем все-нибудь, молот сам. Ты ведь по факту плоть да вода. Ты ведь на деле еще молода. Но уже выжито, выпито до дна. Слышь, братан, дело есть. Ты же сам понимаешь, что если тебя в СИЗО упрятали, то система тебя не отпустит. У нас 99% приговоров обвинительные. И будешь ты сидеть тут за свои 200 лямов лет 12. Что вы хотите? Можешь верить, можешь нет. Но у меня одна особая бабенка есть. С ней любое грязное дельце выгорает. Ну, там мошенничество какое, грабеж. Стоит взять ее в долю, считай, успех гарантирован. Я сам, а хоза, каким образом она все это исполняет, но знающие люди подтверждали. Плюс я на себе испытал. Она и побег отсюда организовать. Может, как раз то, что тебе сейчас надо. И мне тоже. Сечешь? Давай я вас с ней свяжу, а ты уломаешь ее, чтобы она замутила побег для нас с тобой. Угостить девчонок за мой счет. Неплохо наварила вчера, я смотрю. Наоборот. Эти мудаки меня все-таки кинули с бабками. Вот компенсирую факап народной любовью. А почему я? Почему вы сами не свяжетесь? Ну, понимаешь, какое дело, братан-то. Мы на последнем дельце с корешем ее киданули. В тот же день я угодил сюда. А она на меня обидку кинула. Ну, плюс ей еще и отпошлять надо за ее услуги. А я на мели. Так и у меня нет денег. А 200 лямов? Сколько успел заныкать, а? Колись. Да нисколько. Нет у меня денег. Я ни копейки не взял чужую. Тише ты, баклан. А не вор, слышишь меня? Не вор. Хочешь совет? Ты в следующий раз забирай свою долю на месте. М-м. Брюликами? Куда мне потом удевать и осаливать? Неси сюда, умри. Я из точки спутна. Спасибо. Чтоб ты тоже меня кинула, я решила слушать своего друга. Все я тебе наливаю по пятницам, это не делают нас, друзья. Делают, конечно. Я тебе вообще душу разливаю. Какое имя? Степа. Денис. Мне больше нравится Степа. Меня так в детстве котика звали. Я, если что, твое имя тоже не знаю. Мария Анна. А так звали подружку твоего котика? Денис. Денис. Добрый утро. Что, Стёк? Ночь была супер, все такое, но тебе пора домой. Ну, вообще-то ты у меня дома. Ага. Так зайди на работу. Ой, мне еще надо поспать. Давай, вставай, Элика. Как ты меня назвал? Элика. Кто тебе слил это имя? Ты. Будьте срань. И что, я еще про себя наболтала? Немного. Сказала, что у тебя есть семь суперправил, которые помогают тебе, типа, выживать в этом мире. И что, я их назвала? А ты сказала, что если их назовешь, тебе придется меня убить. А потом ты их назвала. Блядь. Ну, что вы были бухи, и ты ничего не запомнил, да? Первое правило. Работать только с мелкими бандитами и начинающими жуликами. Второе правило. Никакого физического насилия. Третье правило. Заткнись. Теперь мне придется тебя убить. Тихо, тихо, спокойно. Я никому не скажу, клянусь. Я вообще думал, что это прикол. Так это и есть прикол. Я прикалываюсь. Не буду тебя убивать. Помнишь второе правило? А нож тогда зачем? Ну, так. Чтобы ты глупости не наделал. Так, я, конечно, шучу. Ну, ты ж такой тушка. Ты, наверное, в постели был хороший? Да, я был очень хорошим. Ага. Ну, вот. А я ничего не помню. Не хочу, чтобы с тобой однажды ночью что-нибудь случилось. Понимаешь? Да. Она вам вот и видела. Чудесная у вас девочка, Антон Сергеевич. Уверен, вы были хорошим отцом. Это вряд ли. Я провалился по всем фронтам. Прямо как мой старик. Даже хуже. О, белый жабень. Нила, видос про себя. Зачетное у тебя там трико, кстати. Смотри. Жаба и лебедь. Получился жабить. Дошло, да? Чувак, до всех дошло. До меня нет. Ты долг, долг. Порви там всех своей жопы. В смысле, дима. Беги. Заберу после балета. Только не ходи опять за маньяком с конфетками. А если еще ночко даст погладить? Сиди. Привет, Стэш. Привет. Как типично. Всплывшая с одной пены общество в позднем пубертате пытается сублимировать позывы своей ущербной лимбической системы. Никит, я ни слова не поняла. Что делаешь после тренировки? Еду домой. Я хотел... Я думал, может, хочешь выпить фарпучино, карамельный латте. Не, спасибо. Арбузный фреш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стефаня, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь... Порви там всех своих жопы. Мы следим. Стефаня, где ты витаешь? Семь, восемь. Раз, два. Знаете, когда мой отец был подростком, он сбежал из дома и заблудился в лесу. Трое суток он там родил, питался травой, сырыми грибами, слизывал росу с лопуха. А на четвертые сутки он попал под ливень. Промок до нитки, замерз, понял, что еще одну ночь уже не переживет. Стал прощаться с жизнью. И друг среди деревьев увидел косулю. Какая прелесть. Я тоже однажды на шоссе к Власиху сбил. Только это была необычная косуля. Шерсть у нее была цвета хаки, а ноги очень длинные, изогнутые, как лапы паука. А на морде три пары глаз. Девушки. Да. Такая сказочная тварь. Отец мой так удивился, что даже мерзнуть перестал. Потом собрался и пошел дальше, обещав себе выбраться из леса и рассказать миру о своем открытии. И он выбрался. Прошло несколько лет, и отец стал лесничим. И всю свою жизнь он посвятил поиском этой паучьей косули Света Хаки. Пока его на старости лет не упекли в психушку. Но даже там он продолжал верить. Раньше я бы очень боялся, что это его сумасшествие может передаться мне по наследству. Сейчас я думаю, по сравнению со мной, отцу Крупну повезло. И не потому, что меня посадят на долгие годы. Нет. А потому, что у него хотя бы была цель в жизни. А у меня что? Кто я? Тварь дрожащая. Я согласен. Свяжите меня с вашей особой. Так. Я сейчас позвоню своему человечку, тот своему. А тот уже свяжется с нашей кудестницей, которая перезвонит сюда. Ага. У нас 10 минут, потом вертухайз Заберет мобилу. Ну, ждем. А если не позвонит? Ну, и я. Сейчас, я отойду не в дом. Давай, давай, звони. Пять минут осталось. Так, братан, не вафли, две минуты осталось. Давай, давай, давай. Алло. Кто это? Меня зовут Антон Сергеевич Иванов, я нахожусь в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Мне рекомендовали вас как специалиста, который может помочь в данной ситуации. Смотря с чем помочь. Ну, я не могу сказать по телефону, нас могут прослушивать. О, до свидания. Кто это? Был такой старый мультик «Побег из курятника», помните? Да, клевый мультик. Мне надо как-то повторить то, что делали гуры в этом мультике. Построить самолет и сбежать из курятника? Как-то так. Можно без самолета. Ясно. Один вопрос только. А что вы делаете в курятнике? Да нет, я не в курятнике. Я нахожусь в СИЗО. Понятно. Три миллиона, деньги вперед. Перевод в биткоинах. Простите, деньги будут после курятника. Я обещаю. Нет, чувак. Я так не работаю. Обещаниями будешь кормить девочек на трассе. Послушайте, мой шеф держит дома флешку с ключом от биткоин кошелька. Там криптовалюта на 10 миллионов долларов. Я случайно послушал, когда он про это по телефону говорил. А пароль от кошелька, ну, это такая сеть фраза. Она была в бумагах у него на столе. Я наизусть выучил. Вот мы с мавиим. Пойдем эту флешку и деньги раздель пополам. Мне не прокатит. Пожалуйста, меня подставили. Шеф украл миллионы. А все считают вором меня. Даже моя дочь. Ну, бывает жизнь и огорчение. До свидания. Долбодязел. Здорово. Здрасте. Мальчик, 18 есть? Паспорт покажи. У Толи. Погодь, погодь, погодь. Здорово. Тут два здорова. Тебя ищут. Люди Кости Дикого. Ты что-то не поделилась с ним? Вполне возможно, я вообще не люблю делиться. Но сейчас я не понимаю, о ком ты говоришь. Тут местная шишка такая. Типа, там его люди. Костя? Малышев? Угу. С каких пор он дикий? С тех пор, как его короновали. Как Людовика 14-го? Как вора в законе. Серьезно? Так еще делают? Типа, ходят сухи, что он этот видов себя купил. А еще ходят сухи, что ему нахер башню снесло после этого. Что ты ему должна? Ну, я с ним когда-то работала, когда он был мелким парыгой. А потом он стал подниматься, и я от него открестилась. Не работаю с крупными жуликами, ты же знаешь. Ладно, я погнал, ты меня не видел. Давай. Не сейчас. Я после нашей встречи ночью заснуть не могу. Боюсь, что ты мне горло во сне переверишь. Это просто, чтобы ты знал, почему я так поступаю. Вон она! Охренел! Ты че фигуристка? Ты че… Коля! Толик! Прости. Да че ты встал-то? Дуй за ней! О! Что? Не такая же ты фартовая, да? Слушайте, передайте вашему боссу Косте. Мне все равно, что у меня там выросла на голове корона или третье яйцо. Я с ним работать не буду. Никто и не говорит про работу. Дикий в тебе дырочку просверлит, на шнурок повесит и будет носить. Как талисман на удачу. Какая красивая метафора. Сам придумал? Нет. Это он. Толя. Пойдем. Вот они. Они меня лапают. Пока. Документы приготовили. Спятила. Ты зачем вернулась? Слабься. Ты через черный ход зашла. Хотела тебе сказать, что люди Кости могут прийти за тобой. Ну, что ты до меня добраться? Супер. Зашибись. Короче, мне надо свалить из города. Удолжишь денег на новые документы, билет на Бали. Знаешь? Меня все залили. Ты что, смеешься? Я на мели. Я бармен. Я еще элементы плачу. Давай не прибедняйся. Я тебе верну все. У меня вообще есть рабочий бизнес-план. Открою на Бали с музычным. А где твои деньги? Новый заначек на черный день. У меня не бывает черных дней. Я самый везучий человек во свете забыл. Конечно. И именно поэтому за тобой охотятся безумные криминальные авторитеты. В карманах у тебя пусто. Да, именно поэтому. Так что, одолжишь? Прости. Но желаю удачи с бизнес-планом. Не фалиется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вчера в Майнкрафте такой член построил. Огромный. Яйца размером с твой дом. Смотри. Какой с мой дом? Вот, смотри. Да нет, это хрень какая-то. Давай дальше. Вот этот барашек прикольный. У меня. У меня вообще огонь. Жабить, ты что творишь? Считаешь, что я плохо танцую? Сейчас посмотрим, как у тебя получится. Север, Север, ты горишь, Север! А что это? Банк? Прейк? Топой себе! Слышь, ты больная! Твою мать! Моя мама тут ни при чем. Просто ты рукожоп. Ключ. Слышь, ты сломался. Рин с ним. Сажайте за стул. Повезло тебе. Здрасьте. Здрасте. Сюда. Побег из курятника. А вы не подойдете. Вон к твоей девушке. В темных очках. Она мне что-то передаст. Вон к твоей девушке. Ждать знака. Как только знак проявится, сразу выпрыгивать из курятника. Чего? Ждать знака. Как только… Я слышал. Какого знака? Она сказала, из курятника держать путь к Ряженке. Там будет Лысый в Пронсе. От него направо. Потом к замку принцессы. Дальше, насквозь, через редкий цветок к логову троллей. И схорониться там. Больная какая-то, да? Пожалуйста, попросите ее объяснить, что все это значит русским языком. Боюсь, я не смогу. Почему? И если я щас опять встану, то потеряю сознание. Вы издеваетесь? Отнюдь. Низкий уровень сахара. Сахарку. О! Так. Как? Миленький, ты чего плачешь? Керчью! Я вывозил его из клетчика открыто, и он улетел. Ну, знаешь, такое иногда бывает. Попугайчики улетают на волю. Нет, папа, ты не понимаешь? Керчью умрет на воле. Да ты что, он обратит в лес. На дереве совьет гнездышко. Будет там жить. Папа, ну я же не дура. Керчью умрет. Папа, верни его. Ну, как я тебе его верну? Не знаю. Верни его. Здравствуйте. Прошу всех встать. В суд идет. А может, нам еще и повезет. Судья будет в хорошем настроении и переведет вас под домашний арест. Мне не повезло. Прошу садиться. В открытом судебном заседании рассматривается постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Антона Сергеевича... Кто там долбится? Вон, кажется. Керчью. А ну-ка, откройте окно. Достаньте его. Давайте, давайте. Ловите. Ловите его. Ловите. Ловите его. Без руки. Ловите его. Ловите его. Я не тварь. Я отмею. Ловите его. Субтитры создавал DimaTorzok Иван Иванов, стой! Иван Иванов, стой! Стоять, говорю! Иван Иванов, ты тебя пару не затянешься! Стоять, Иван Иванов! Стой! Она сказала из курятника держать путь к гряженке. Там будет лысый в бронзе. Ой, все, братя. Так вот, стоять! От него направо! Потом к замку принцессы. Замок принцессы? А редкий цветок? Резкий цветок? Кортезия? Насквозь через редкий цветок? Вон, вон! Тихо, тихо, тихо! Подсобка! Да, мамуль! Конечно, гречку возьму! Эй, Огень! Отъезжай! Что-то еще? Может, спички? К лугову троллей! Может, и сохранится там! Курица, давай быстрее! Как вы это все? Как я! Это было что-то невероятное! Потом кипятком ссадь будешь. Садись давай! А за что держи? А за что держи? Капец! Жди! Все не попало! Но мы переиграем! В фонette и по барабану! Не надо… Жди! Все не попало! Но мы переиграем! Субтитры подогнал «Симон»